Мы живем в большом городе Москва и здесь, к счастью, есть некоторые организации и даже простые граждане, объединения, которые хотят помогать бездомным. Нас, к сожалению, не так много, но уже не так мало. То есть здесь, в первую очередь, нужно отметить, скажем так, государственные структуры и учреждения, которые курируют Департамент социальной защиты населения Москвы. Здесь у нас есть Центр социальной адаптации, бывшее Люблино, теперь ему присвоили имя Елизаветы Петровны Глинке, в ее память. Это сеть учреждений, ночлежки, куда можно прийти, получить какую-то помощь, переночевать просто или согласиться на, например, отправку домой, если он из другого региона ему нужна такого рода помощь или там ему могут оформить пенсию или отправить дом престарелых или даже попытаться отвоевать квартиру. Вместе со стационарными учреждениями у нас есть служба, которая называется мобильная, мобильная служба, которая называется социальный патруль. Что это такое? Может быть, даже вы видели, по городу ездят такие микроавтобусы, где написано социальный патруль, помощь бездомным. И у них есть номер телефона 8 903 720 1508. По этому номеру, соответственно, можно сообщить, если вы видите, что человек нуждается в помощи, человек бездомный, они приезжают, соответственно, либо оказывают помощь на месте, либо предлагают человеку проехать как раз вот в этот Центр социальной адаптации. Большую роль, конечно, помощи бездомным играет наша православная церковь. Вот, наверняка все знают организацию милосердия. Вот, есть служба милосердия, помощь бездомным людям. У них есть такой ангар спасения, недалеко от метро Таганская. Это ангар, такая палатка, где люди могут пребывать днем, получить какую-то помощь, сходить в туалет, помыться в душе. Там есть социальный работник, иногда они помогают подстричься и разные другие вещи. Это гостеприимное место, вот, поэтому очень многие как раз направляются туда. И дальше есть энное количество организаций добровольческих, которые как раз, как ни странно, тоже все связаны или с православной церковью, или с католической. То есть, как правило, это люди верующие. Не знаю, с чем это связано. Вот, например, есть служба Каритас, есть движение Курский вокзал бездомные дети, есть движение Даниловцы, есть группа, например, Добровольцы в Пельмешке-Наплешке, но есть, конечно, наше движение Друзья на улице. Фонд Справедливая помощь, который, к сожалению, как раз лишился Елизаветы Петровны, но продолжает свою работу. И очень приятно, что сейчас стало появляться много новых групп при приходах или просто добровольческие объединения, которые тоже, скажем так, хотят помочь бездомным. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день нас не так много, как хотелось бы или как было бы нужно для большого города, но нас уже и немало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова